Оплачивайте покупки смартфоном через приложение SBPay. Это быстро и удобно. Достаточно приложить смартфон к табличке для оплаты в одно касание или отсканировать QR-код. Скачивайте приложение и попробуйте новый способ оплаты прямо сейчас. Я Влад Чижов. И да, у меня обостренное чувство справедливости. Что же вы за люди такие? Это не совсем люди. Мошенники. В конце 90-х мне это чуть не стоило жизни. Что происходит? Не снимай меня. Но я научился решать проблемы сам. Вначале свои, потом чужие. Больше не будем, не будем. Влад, у меня на вас такая большая надежда. Помогите, пожалуйста. Я знаю, как вычислить и обойти тех, для кого кидняк – это бизнес. А ну, стоять! И как помочь людям, которые под этих уродов уже попали. Я за тобой смотрю, понял? Так хорошо, что вы рядом оказались. Все, никто вас больше не кинет. Есть проблемы. Будем решать. Сегодня в программе. Ты к папе за деньгами. Стоять ровно. Пошел. Эта Кристина с моего телефона отправляла маме СМС. Видишь, какие времена настали. Многоходовки разрабатывают. У тебя в квартире клофелинщица. Да мне похуй. Ты что, из полиции же? Не ты, а вы. Скорее, умоляю, у меня в сердце прямо разрывается. Эдик. Ну, вот так-то так. Клиент готов. Что вообще здесь происходит? У тебя на лицо от клофелина человек. Туту, воркуту. Мы не будем больше, пожалуйста, нами. Вы думаете, что на сайте знакомств только девушки могут стать жертвами аферистов? Да нет, конечно. Нормальные ребята, хорошо зарабатывающие, тоже могут попасть в затруднительное положение. Один такой нормальный парень, Егор Игнатов, прислал мне видеообращение. Здравствуйте, Влад. В общем, история такая. Познакомился в интернете с девушкой. Зовут ее Кристина. На одной из наших встреч чем-то опоила меня. И когда я проснулся, оказалось, что она выманила у моей матери 300 тысяч рублей. Еще и с моей карты все деньги украла. В общем, прошу вас помочь мне разобраться и найти эту мошенницу. Скорее всего, Егор не единственная жертва этой аферистки. Так что нужно с Егором встречаться, выяснять подробности. Сейчас едем к нему. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Егор, приветствую. Здравствуйте, Влад. Я заранее прошу прощения, что встретились в парке. Тут рядом больница. Я с мамой приехал, а кое-какие процедуры нужно пройти. Поэтому вот... А что с мамой-то случилось? Давайте я все по порядку. Как тебе удобнее. Все, давай, рассказывай, как ты с этой дамочкой познакомился. Давай все по порядку. В общем, познакомился в интернете. Как-то быстро все завязалось. Очень приятная девушка. Как-то сразу пошли друг к другу навстречу. Симпатия. Я даже, если честно, уже думал, что влюбился. И она, в принципе, начала проявлять инициативу. Так она к себе тебя пригласила? Да, прямо к себе. Угостила ужином, предложила вина. Так. Ну, в общем, после бокала вина все как в страшном сне перевернулось. Я ничего не помню. В общем, подключился. Подключился. Так. Что было дальше? Просыпаюсь я утром. Голова раскалывается. Тошнит. Ничего не понимаю. Пытаюсь ей позвонить. Ее тут в квартире нет. Звоню ей. Телефон недоступен. Смотрю последний смс. И там смс от банка. Списана моя зарплата. Управлена на какой-то электронный кошелек. То ли что, в общем. Какую сумму списали? 80 тысяч рублей у меня. Так. Дальше. Но это только цветочки. Приезжаю домой, а у подъезда стоит скорая помощь. Поднимаюсь в квартиру. Оказывается, скорая приехала к моей маме. Так. Маме стало плохо с сердцем. Начинаю узнавать, что происходит. Оказывается, ей на телефон от моего имени начали приходить смс-сообщения. Мол, мама, я попал в ДТП. И чтобы решить как-то этот вопрос, нужны деньги. То есть эта Кристина с моего телефона отправляла маме смс. Понятно. Скажи мне, пожалуйста, ты смс-ки эти сохранил? Я сохранил. Сделал скриншот у мамы с телефона. С моего она все почистила. Хитрая девочка. А можешь мне показать? Да, конечно. Так. Мама, я попал в ДТП. Со мной все хорошо. Но я виноват. Тут очень серьезно. Пострадали люди. Все можно решить за деньги. Очень срочно нужно 300 тысяч. Ну, что могу сказать? Классика жанра. Ну, и как твоя мама в итоге отдала деньги? Ей заранее позвонил курьер. Она сказала ему адрес. Он приехал. Она сделала все, как ей написали. И отдала деньги ему. Понятно. Скажи мне, пожалуйста, но смс-ки из банка-то приходили, что деньги отправляли? Да, у меня было там 80 тысяч рублей, но перевела на какой-то электронный кошелек. Не зацепишься. Остается только зацепиться за квартиру, где тебя отработали. Ты можешь мне прислать адрес этой квартиры, телефон своей подруги Кристины и на всякий случай номер, с которого звонил курьер? Да, конечно. Пожалуйста. Я ее есть, отправил. Угу, есть, получил. А что про квартиру-то скажешь? Квартира съемная, но она мне об этом сама сказала. Мол, говорит, только переезжает. У меня как бы и вопросов не было. Понятно. А ты сам-то как себя чувствуешь? Да до сих пор у меня тошнины, голова раскалывается. Сам как не свой, все в тумане. Ну, я думаю, что тебя отработали клофелином или веществом, которое по действию сходно с клофелином. Возможно, придется поделать капельницу, почистить организм. Ведь не знаем, как ты реагируешь на отравление. Да, понимаете, даже не это самое главное. Я больше переживаю за маму. Да и в целом эта история, понимаете, у меня два года не было отношений, тяжело развелся удовшись супругой. В общем, она сейчас живет с моим лучшим другом. Так бывает, братство. Собственно, из-за него мы и развелись. Так бывает. Даже с детьми не разрешает видеться. Егор, история меня зацепила. Я однозначно за дело берусь. По возможности, конечно, я постараюсь вернуть тебе деньги. Скажи мне, пожалуйста, у тебя сохранилась фотография этой Кристины? Нет, я зашел сразу буквально на сайт знакомств. Анкета удалена. Отработала она, конечно, тебя чисто. Ладно, на самом деле не это даже главное. Я хочу, чтобы люди узнали, насколько небезопасно знакомиться вот так вот в интернете, как я это сделал. Получились на моих ошибках. Ладно, давай, Егор, наберись терпения, будут новости. Спасибо вам еще раз огромное. Пока не за что брать. Короче, все данные я отправил Феликсу. Остается только дождаться результата. А вот по поводу Егора могу сказать вот что. Парень он добрый, по-своему даже наивный. И в поисках своей второй половинки попал в такую трудную историю. Будем помогать. Так, надо забить адресок квартиры в интернет. Так. Квартира сдается посуточно. Телефончик хозяина имеется. Давай-ка мы ему наберем. Алло. Здравствуйте, я по поводу квартиры. Отлично, когда хотите снять, на сколько дней? Да, прям сегодня дня на 3-4, может быть, на 5. Хорошо, переводите деньги по этому номеру телефона. Я вам код скажу от сейфа с ключом. Какой код, какие деньги? Я не могу перевести деньги, у меня наличные. Давайте по старинке я наличные заплачу. Так. Ну, вы, небось, еще и посмотреть хотите, да? Ну, посмотреть, конечно. Мы командировочные, нам сегодня ночевать негде. Понятно. Ну, в общем, я там смогу быть где-то часа через три, не раньше. Отлично, мы даже пообедать успеем. Ладно, до встречи. До встречи. Что вы так глазами-то засверкали? Пообедать, это для легенды. Обед еще не скоро. Поехали. Видишь, какие времена настали. Это раньше клофелинщицы работали линейно. А поил мужика и обчистил карманы. А сейчас, вон как, многоходовки разрабатывают. Это надо же было палец приложить к телефону, чтобы получить доступ к счету. Опять же, интегрировать схему с СМС-ками про ДТП. И не надо мне рассказывать, что курьер, который приезжал за наличными, типа не в курсе. Типа его в темную разыграли. Да нет, конечно, в теме он. Разве такое кому-нибудь доверишь? И, кстати, Феликс прислал СМС-очку про телефоны. Телефончики оформлены на дропа. Одна деталь. Оба телефона оформлены на одного и того же дропа. Это инвалид. Мужчина преклонных лет из Хакасии. Так что единственная наша зацепка – это квартира. Едем туда. Познакомился в интернете. Как-то быстро все завязалось. Так она к себе тебя пригласила? Да, прямо к себе. Ну, в общем, после бокала вина я ничего не помню. Просыпаюсь я утром, смотрю последний СМС. Там СМС от банка. Списана моя зарплата. Но это только цветочки. Эта Кристина с моего телефона отправляла маме СМС. Мама, я попал в ДТП. Все можно решить за деньги. Очень срочно нужно 300 тысяч. Остается только зацепиться за квартиру, где тебя отработали. Здравствуйте, я по поводу квартиры. В общем, я там смогу быть где-то часа через три, не раньше. Отлично, мы даже пообедать успеем. Так, я возьму скрытку. Поснимай меня с телефона. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А знаешь, что это такое? Это ключница. Кодовый замок. Здравствуйте, по поводу квартиры. Точно. Да, проходите. Леонид. Влад. Проходим. Так, вот здесь, значит, спальня. Ага. Одна. Здесь вот. Мебелюшка тоже. Телевизор. Спутниковое ТВ. Ага. Так. Холодильник. Вай-фай. Ну, вы же командирующие. Вам же главное вай-фай. Вай-фай скоростной. Посуда только что имеется. Стиралочка вот. И главное, ребят, договор я не оформляю. Чеки не выдаю. Поэтому идти назад скидочкой. Понятно. Не совсем мы командировочная. Леонид, не буду я арендовать квартиру. У меня другой вопрос. Да вы что, охренели что ли? Я что, зря персишься сюда? Леонид, дело такое. У тебя в квартире клофелинщица отдал. Да мне похрен. Ты что, из полиции что ли? Не из полиции. Не ты, а вы. Не из полиции. Меня зовут Влад Чижов. Я работаю на телевизоре. А через пару дней сюда приедет полиция. Со следаком будешь так разговаривать? А? Леонид? Нет. Нет. Да я понятия не имел, что здесь произошло. Я понимаю, что ты, скорее всего, не в курсе. Ты квартиру сдаешь. Я вот посмотрел, у тебя там сейфик есть. Да, сейфик. Вот. А давай разбираться. 16-го числа кому квартиру сдавал? Да хрен его знает. Девка какой-то. Точно не помню. Лично встречался с ней? Лично я с ней не встречался. Мы с ней по удаленке общались. Она мне, значит, денежку на карту перевела. Ей код от сейфа сказал. Она на пару дней все снимала. А как я там документ показывал, переписка. Да, переписка сохранилась. Паспорт присылала. Давай посмотрим. Давай посмотрим. Так. Вот. Перешли ко мне, вон, на мои цифры. Так, начинай. Лови. Так, сейчас я отправлю кое-кому. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Алло. Егор, я там тебе фоточку паспорта отправил. Узнаешь девушку? Минутку открываю. Нет, Влад, не знаю такую. Это точно не она? Да, Влад, совершенно точно. Да, интересная история. Девицу он не узнал. Сейчас забьем этот паспорт в поисковик. Ты видишь, что? Паспорт этот в открытом доступе. Тебе фуфлу прислали в переписку. Да ладно. Как так? Ну вот так вот. Взяла в интернете фотографию паспорта и прислала тебе. А ты за чистую монету принял. Как-нибудь приедешь сюда квартиру проверять, а здесь на кухне расчлененка будет. Ты взрослый мальчик, делай выводы. Все, счастливо. Ладно, ребят, извините за наглость, за грубость, если что-то не так. Давай. И качалом найти. Да, и тебе бизнес выстроить. Спасибо. Так, ну информации, конечно, не густо. Эта девица арендовала квартиру дистанционно, да еще и по липовому паспорту. Короче, надо что-то выжать еще из Егора. Ладно, по дороге мне позвоню, поехали. Алло, Влад. Егор, ну что-то не складушка какая-то получается. Давай-ка мы с тобой подумаем. Может быть, ты со своей девицей куда-нибудь в общественное место ходил? Ну, например, там кафе, ресторан. Ну, там, где камеры есть. Да нет, рестораном мы не ходили. Мы гуляли в парке, ели мороженое. Ну, может быть, банкомат деньги снимал или еще что-нибудь такое значимое. Ммм, знаете, Влад, нет, к банкоматам мы не ходили, но был один странный случай. Мы там в магазин заходили, и на выходе ее мужик какой-то окликнул. А она сделала вид, что его не знает. Вот единственное странное, что мне вспоминается. Согласен, странное. А давай-ка мы посмотрим на это место, где все это произошло. Можешь мне скинуть геолокацию? Я прямо сейчас туда поеду, и ты тоже туда подтягивайся. Хорошо, сейчас скину и еду туда. Все, договорились. До встречи. Ну, чем черт не шутит, вдруг зацепимся за что-нибудь. Познакомился в интернете. Как-то быстро все завязалось. Так она к себе тебя пригласила? Да, прямо к себе. Ну, в общем, после бокала вина я ничего не помню. Просыпаюсь я утром, смотрю последний СМС, и там в СМС от банка списана моя зарплата. Но это только цветочки. Эта Кристина с моего телефона отправляла маме СМС. Мама, я попал в ДТП, все можно решить за деньги. Очень срочно нужно 300 тысяч. Остается только зацепиться за квартиру, где тебя отработали. Взяла в интернете фотографию паспорта и прислала тебя, а ты за чистую монету принял. Короче, надо что-то выжать еще из Егора. Мы там в магазин заходили, и на выходе ее мужик какой-то окликнул. Можешь мне скинуть геолокацию? Я прямо сейчас туда поеду, и ты тоже туда подтягивайся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет, Егор. Скажи мне, прям пальцем покажи, где встреча была? Да вот, прямо здесь. Стоял байк, на нем здоровый такой мужик. И проходим мимо него, он есть след. Мол, Крис, привет. Она оглянулась и точно сделала вид, что вот как будто его не знает. Я вроде как не придал этому значения. Мы мало ли знакомы, а еще подумал, может, бывший муж. И она как-то постеснялась, что ли. Ну и все, мы прошли дальше. Я тебя понял. Зацепка есть. Я просто смотрю на фасад, две камеры вижу. Не будем мы обитателей этого магазина тревожить. Я возьму сейчас барсик, заглянем туда. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте. А у вас есть там кто-нибудь, не знаю, там, директор, управляющий? Кто за старшего в магазине? Сейчас, секунду. Люд, Люда, ау, подойди на кассу. Люд. У меня сейчас хуя, господи. Что? Здрасте. Здрасте. А мы к вам, наверное. А что такое забыли? Слушайте, у нас тут ЧП произошло прямо только у входа в магазин. Я у вас видел камеры на входе. Могли бы показать? Ну, а что я вот вам должна вот так вот показывать камеры, а? Вот, может, мне тоже хочется сейчас, не знаю, и корочки красные там с шампусиком. Мужичка. Ну, я, конечно, понимаю, что я вас затрудняю немножко. Ну, вроде как магазин на районе, ну, все друг друга знаем. Ну, может, все-таки поможете? Вам что, сложно, что ли? Ну, с другой стороны, такие симпатичные, молодые. Спасибо, приятно. Ладно. Ну, вы уж простите, если затруднил. Глянем. Хорошо. Так, ну вот, ваша камера. Так, какого числа-то было все? 16-го числа? 16-го. Пять часов. Плюс-минус пять минут. Ой, слушайте, я не знаю. Смотрите сами, а. Позвольте, да? Да, вот это вот, да, позвольте. А вообще, господи, что там смотреть? Я это видео уже наизусть знаю. Каждый день вот одно и то же просматриваю. Там сериал можно снимать. Да? Называется «Спрячь ворованную сосиску», какая-нибудь там пятнадцатая серия. Да? Понятно. Потому что эти сосиски, господи, куда они только их не запихивают. Лишь бы только деньги не платить, представляете? Так, смотри, вот это 17-12. Да, нет, нет, нет. А вот это? Вот, 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 да, вот, здесь мы вышли. Это тот байкер, точно. Что у нас по ней написано? Байкерский, да, байкерский клуб, точно. Угу. Спасибо вам большое, что вам помогли очень сильно. Ну, ладно, таким приятным молодым людям, конечно, помочь. Спасибо вам за комплименты вообще отдельно. И заходите в гости к нам еще. Ну, как-нибудь купим у вас пряник. До свидания. Спасибо большое, всего доброго. Так, девочки, позвольте пройти. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Егор, давай, приезжай. У меня появилась пища для размышлений. Подумаю, будут какие-то выводы, я с тобой свяжусь. Понял, на связи. Все, счастливо. Так. Ну, давайте попробуем, потягаем интернет. Начнем с того, что клуб называется... Есть такой клуб, кстати. Вполне уважаемый, с историей. Организаторы, члены клуба. Опа! А наша Крис-то является членом клуба. Настоящий рокер. И даже фоточка имеется. Сейчас я кое-куда отправлю эту информацию. По дороге будем разбираться. Поехали. Миха, Миха, выйди на связь. Да, на связь, Влад. Я тебе лично отправил ссылочку на сайт. Это байкерский клуб. И сделал акцентик на одной фотографии. Это та самая Крис, которую мы ищем. Там на сайте есть адрес клуба. Места эти обычно закрыты. И вход с улицы запрещен. Поэтому придумай что-нибудь креативное. И установи в этом клубе камеру. Надо понаблюдать. Да, все ясно. Ладно, все сделаем. Все, до связи. И вот как-то так. Молодой человек, что-то хотели? Здравствуйте. Ребят, слушайте, мне посылку надо передать для Криса. От кого интересно? Я не знаю. Мне просто просили передать тебе курьер. Ну, оставь передать тебе. Там на правду это не видели. Хорошо, все. Пиццу будешь? Можно? Конечно. Дальше, что, спасибо не буду. Все, приятного аппетита. Счастливо. Спасибо большое. Счастливо. Влад, посылка доставлю. Молочага. Ждем, когда она среагирует. Посылка, которую Миша оставил в байкерском клубе, была рассчитана на то, что члены клуба должны как-то связаться с Кристиной, сообщить ей о посылке. И даже если по какой-то причине Кристина не посещает клуб, ну, должно было сработать женское любопытство, приехать и посмотреть, а что это за посылка. Ну, собственно, так и получилось. Женское любопытство победило и сыграло нам на руку. Ну, конечно же, перчатки от поклонника. Ну, на кого еще можно подумать? Короче, эта девица ведет достаточно праздный образ жизни. Днем она проводит в разных салонах красоты, в спортзале, отдыхает в ресторанах, а по ночам тусит на дискотеках. Но у меня была стопроцентная уверенность. Раз схема работает, значит, эта девица ищет новую жертву. И в один прекрасный момент мои ребята зафиксировали интересную встречу. Она общалась с неким пареньком по имени Эдуард. Эдик, мне очень нравится проводить время с тобой. С тобой так комфортно. Кристина поверит, да. Очень взаимно. Целый день ждал вечера, чтобы увидеться с тобой. Но день так долго тянулся. Я очень рада, что мы с тобой встретились. Давай, другим за это. Давай, мне нравится только движение. Но совершенно очевидно, что Эдуард уже в предвкушении ярких и романтических вечеров с Кристиной. Только, к сожалению, у Кристины совсем другие планы. Она планирует заманить Эдуарда на съемную квартиру, опоить какой-то дрянью и облегчить его карманы. И я уже ждал, когда Кристина поедет арендовать квартиру для кедняка. Но все случилось совсем по-другому. На следующий день после свидания с Эдуардом Кристина встретилась с неким мужичком. И они проследовали в подъезд, ну, там, некоего дома. Мы выяснили, что этот мужичок тот самый курьер, который забирал деньги у мамы Егора. Она его опознала. А еще мы выяснили, что курьер накануне в этом подъезде снял квартирку на несколько дней. А это значит, что схема мошенников близится к финалу. И я решил поговорить с Эдуардом. Ты ко мне на стрижку? Не совсем. Эдуард, у меня есть личный разговор. Где можем пообщаться? Ну, на улице у меня клиент сейчас. Я подожду, не проблема. Сказать, что Эдуард удивился, это ничего не сказать. Он был в шоке. Да ну, серьезно, что ли? Пранк, что ли, какой-то? Нет, не пранк. Я вполне серьезно. Кристина мошенница. Понимаешь? Жесть какая-то. Не может такого быть. Я ее пошлю вообще. Эдуард, Эдуард, постой. Постой. Кристину надо взять, и лучше с поличным. Я хочу, чтобы на свидание все-таки ты сходил. Короче, парень вначале сильно упирался, но после предметного диалога все-таки согласился нам подыграть. Адрес я знаю, а от тебя в ответ жду СМС-ку со временем свидания. Хорошо. Давай, будем на связи. Свидание Кристины и Эдуарда уже через час, и Миша находится на позиции около арендованной квартиры. Караулит. А я сейчас поеду за курьером. Привезу этого негодяя на романтический ужин в качестве десерта. Так что, ребята, собирайте индустрию, самое время выезжать. Познакомился в интернете. Так она к себе тебя пригласила? Да, прямо к себе. Ну, в общем, после бокала вина я ничего не помню. Эта Кристина с моего телефона отправляла маме СМС. Мама, я попал в ДТП. Очень срочно нужно 300 тысяч. Ей заранее позвонил курьер. Она сказала ему адрес. И отдала деньги. Прямо пальцем покажи, где встреча была? Да вот, прямо здесь. Вот, да, вот здесь мы вышли. Это тот байкер точно. Что на спине написано? Байкерский глупший точно. Что это посылка? Распакуй узнать. Мои ребята зафиксировали интересную встречу. Она общалась с неким пареньком по имени Эдуард. Я вполне серьезно, Кристина, мошенница. Адрес я знаю, от тебя в ответ жду СМС-ку со временем свидания. Дима, Дима, выйди на связь. На связи, ладно. Как там наш курьер поживает? Да, он на расслабоне сидит, чай пьет. Принято. Миша, выйди на связь. Да, на связи, ладно. Как у вас дела с Эдуардом? Да, на месте, все готово, твоей команды ждем. Кристина Эдику написывает СМС-ки, куда он пропал, ждет его. Отлично. Тогда начинаем. Хорошо, все. Так, пойдешь внутрь, не забудь наушник поправить, чтобы не выпал. Камера, поимшь, как встать? Да. Все, давай, не переживай, если что, мы здесь рядом тебе поможем обязательно. Хорошо, но что-то стрёмно. Давай, не бойся. Все, иди. Эдуард, не волнуйся, у тебя все получится. Ты молодец. Вы думаете, что курьер сидит в кофейне недалеко от квартиры, которую они сняли? Да все очень просто. Он ждет, когда ему подельница пришлет сообщение, что клиент готов, чтобы отправить его за деньгами. Давайте-ка подключимся к камере Эдуарда. Ага, есть сигнал. Привет. Привет. Проходи. Рад тебя видеть. И я рад тебя видеть. Так, раздевайся, тапочки и сумку здесь бросай. Хорошо. И давай, за мной на губ. Эдуард, я все вижу. Все отлично. Так, пахнет вкусно. Так, пахнет вкусно. Так, пахнет вкусно готово. Помой ручки здесь. Так, сейчас тебе полотенчика принесу. Пахнет вкусно. Спасибо. Давай пять минут и все готово. Можешь пойти прогуляться, пока осмотреться. Хорошо. Молодец. Поставил хорошо. Ага, есть сигнал. Эрик, ты вино будешь? Ну да, давай. Эдуард, я надеюсь, ты спокоен. Все хорошо. Ты справишься. Миша, выйди на связь. Твой выход. Надо срочно сделать какой-нибудь отвлекающий маневр. Помоги Эдуарду. Понял, иду. Все, Эдуард, можешь идти. Иду. Эдуард, внимание, она что-то подсыпала тебе в бокал с вином. Но ты особо не парься. Мы сейчас тебя подстракуем. Вкуснятина. У меня у своих родителей винодельня. Вот они нам прислали. Эдуард, спокойно. Спокойно, не подавай еду. Просто не пей вино. Я тоже рад. Я еще и целый день не ел, чтобы отведать твоей кухню. Кто это? Сейчас, подожди секундочку, я посмотрю. Здравствуйте. 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 Вы случайно не видели? Я сосед сверху. Потерял котенку. Убежал на меня по лестнице вниз. Нет, простите, но этот человек не видел. Такой маленький, черненький. Прятан немножко такой беленький. Нет. Все, молодец. У тебя все получилось. Спокойно, не подавай виду. Изобрази что-нибудь правдоподобное. Давайте дружить теперь. Я вот с 52-й квартиры. Давайте. Я с удовольствием. Отлично. Будет время, заходите. Все, спасибо. До свидания. Спасибо вам. До свидания. Сосед приходил. Котенка посередине. Ты уже выпил? Да, пить хотелось. Тогда давай попробуем эту пасту. Вообще очень вкусная. Давай, давай. Есть и хуто очень уже. Я, конечно, готовлю для себя очень редко, но для дорогих гостей всегда стараюсь приготовить вкусно. Я надеюсь, что очень вкусно. Кстати, один нюанс. Перед тем, как начать нашу операцию, я попросил, чтобы Эдуард, мой телефон, подписал как папа. Так что, когда он типа выпадет в отключку, все смс-ки, жалостливые про ДТП, про просьбы о помощи и денег, они придут ко мне. Я буду в курсе. Ну вот, как-то так. Правда вкуснятина. Да, очень вкусно. Что такое? Как-то странно себя чувствую. Что случилось? Может, ты устал? Ну да, работы много было. Может, пойдешь, прилежь? Ну вообще, да, голова кружится, можно было полежать. Давай, я тебе помогу. Вставай. Так, аккуратненько. Так, присаживайся. Тихо, тихо, тихо. Давай. Диван такой мягкий. Все хорошо? Ну, как тут? Эдик, что с тобой? Все хорошо? Ну вот, как-то так. Клиент готов. Ну да, быстро ты отрубился, котик. Блин, пароль. Так, а вот и смс-очка пробивается. Так, папа, я попал в ДТП. Со мной все хорошо, но я виноват. Мне грозит уголовная ответственность и прочее бла-бла-бла. Все можно решить за 300 тысяч рублей. Но остается подождать курьера. ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА Алло, телефон тебе скинула? Узнавай адрес и поезжай за бабками. На карте у него нет бабок. Все, давай, жду. ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА Как часы все работает. Алло. Здравствуйте. Я курьер. Меня вызвал Эдик за посылкой. Уточните, куда ехать? Вы знаете, я так волнуюсь. У меня, наверное, сейчас инфаркт случится. Вы только, пожалуйста, скорее приезжайте. Смотрите, проспект Мира, 88, корпус 1. Подъезд 2. От подъезда позвоните, я вам дверь открою. Там кодовый замок. Скорее, умоляю, у меня сердце прямо разрывается. Хорошо. Как подъеду, я вас наберу. Сейчас слезу пущу от такой дневоты. ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА А вот и курьер. ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА Я объясню, кто мы такие. А ну нафиг, я в него не сяду, вы что, гоните? Куда не сядешь? Давай, давай, давай! На раз, два, три! Пошел! Бегом! Стяжкину не вадим потом. Сиди ровно! Влад, выйдь на связь. На связь для Миха. Егор уже подъехал, ты скоро? Ждите, еду. Ну, пойдем, дружок, давай, давай, аккуратненько. Стой. Надо машинку закрыть, а то вдруг какой-то негодяй залезет, да? Это... это случайно получилось, мне нужны были деньги. Сейчас ты все расскажешь. Это все Кристина. Да? Так бывает. Сейчас все расскажешь. Егор, привет. Молочага что, приехал быстро? Ну, вот он, тот самый курьер, который к маме к тебе приезжал. Ты вообще знаешь, столько нервов мне это стоило. Ты маму чуть в больницу мою не отправил, падла! Тихо, 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 деньги тебе нужны. Деньги всем нужны. Пойдем, будем разбираться. Пошел. Так, ну-ка, стой-ка. Хата съемная. Когда квартиру сдают, то обычно дают два комплекта ключей. Ключ от квартиры есть? Ключ от квартиры. Да есть, есть. Где? В кармане. Очень хорошо. Миша, мы зайдем, ты тогда нас здесь подожди. Хорошо. Давай, заходим. Я не поняла, что ты здесь делаешь? Егор, и ты? Что за камеры здесь и не хватит? А это опиталочка, подружаня. Бабки придется отдать. Какие бабки? На хрен варить отчину с камерами? Тихо, тихо, спокойно. Чего ты орешь-то? Все, бесполезно уже орать. Ты меня обманула. Сколько еще вот таких вот? Я ничего не делала, я не виновата. Ты бы взрослого человека пожалела, который в больницу не попал. Это он про маму про свою. Короче, давай 380 тысяч и расходимся. Не хочу я разговаривать. Какие 380 тысяч? У меня нет никаких бабок. Слушай, я в своей работе-то слышу, ну, почти каждый день. Ну, давай по-другому. Мы сейчас вызовем наряд полиции, попросим, чтобы он эксперта с собой привез. У тебя на лицо отклофелинный человек. Мы еще кувшинчик твой проверим. И все. Туту воркуту. И все закончится. Ребят, не надо никакой полиции. Правда, не надо. Он во всем виноват. Он виноват. Значит, слушай, меня сюда... Сейчас вот это перегрозаю и задушу тебя этими руками. Да, у нас с тобой была равная доля вообще-то. Спокойно, равная доля. Значит, по-равному и платите. У меня на карте только 180 тысяч. Больше нет. Есть бабки на кармане? 200 ксарей? Есть. Где? Телефон, наличные? Телефон сзади. Дай-ка ему номер куда перевести. Готовь 200 тысяч. Урод. Урод. Ну, готовь. Свои 180. Диктуй номерок. 8-967. ЗВОНОК ТЕЛЕФОНА 99. Отправила. Проверь, пожалуйста. Есть. Смотри, какая хитрая. Хоть на двадцатку, но партнера своего ужарила, да? Нормально? Нормально. Ладно, Эдуард. Самое время просыпаться. Подъем. Что? Что вообще здесь происходит? Ты что? А ты думал, я буду твою байду пить? Хорошо, меня ребята вовремя предупредили. Отдай мне телефон. Урод. Пусть все эти сюрпатые. Спасибо вам. Выручили. Эдуард, иди с миром и поосторожнее там со знакомствами. Хорошо? Егор, я тоже не задерживаю. У нас тут еще разговор не закончился. Спасибо вам большое. И от мамы огромный привет. Спасибо большое. Пусть выздоравливает скорее. Валите. Деньги всем вернули. Валите отсюда. Все. Вы из камеры валите. Наприн отсюда. Тихо, тихо. Успокойся. Все только начинается. Ты же у нас байкерша, да? Так вот я с ребятами с твоими поговорил. Рассказал, что ты не очень хороший человек. Они расстроились сильно. Сказали, что это недостойно поведения настоящего байкера. Так что поедем сейчас в байкерский клуб. Никуда с вами не поеду. С ребятами разговаривай. Пойдем, пойдем. Не поеду, я сказала. Не поеду. Не поеду, я сказала. Нет. Подходи, забирай. Забирай. Пошли. И ты тоже давай, подтягивайся. Пойдем. Ребята, пожалуйста, отпустите нас, пожалуйста. Вам же деньги отдали. Все деньги отдали. Отпустите наших, пожалуйста. Давай, плюхайся на асфальт вперед. Макс, мы же друзья с тобой, Макс. Да, друзья, я верю нормально. Ты кому веришь? Не верь никому! Я нестая баба, которую взяли в мужской клуб. А ты чем занимаешься, а? Мужику прозвонить? Макс, ну пожалуйста, отпусти нас. Не по понятию. Пожалуйста, отпустите нас. Не по понятию. Макс, не надо. Не надо, отпустите нас. Мы не будем больше. Макс, не надо, не надо, я прошу. Не надо, я поняла, я поняла, Макс. Ух! Ух! Уху! 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 Страшно? А людей обманывать не страшно? Уху! Короче так, штанишки сушим и пойдем на кухню работать. Сегодня у ребят большое мероприятие. Будете посуду мыть, ясно? Да, ясно. Миш, проследи, пожалуйста. Поехали, ребят. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Вы думаете, Егор попал в такую ситуацию, потому что он глупый, что ли? Нет. Он нормальный парень, немного наивный. Просто он желаемое принял за действительное. Он перепутал истинные чувства с придуманными. Он сам выдумал эту ситуацию. Любовь с первого взгляда, конечно же, существует. Только верить без оглядки незнакомым людям, это наивно. Вот в этой реальности и живите. Вот как-то так. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова